Майнкрафт. Сколько же всего ассоциируется с этим словом у игроков? Это игра, на котором выросло целое поколение геймеров. Игра, которая в корне поменяла игры в жанре песочница. И как говорит официальный сайт игры, Майнкрафт – игра для любителей ставить блоки друг на друга и находить приключения на свою голову. Вот уже почти 11 лет эта замечательная игра остаётся популярной и дарит незабываемые эмоции геймерам. Но не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. Раз за разом выходило множество обновлений, которые привносили в игру что-то новое. Но если вдруг вы играли в одном мире на разных версиях, то могли заметить некоторые странности, которые возникли при генерации. А всё дело в том, что на одном и том же седе в разных версиях мир генерируется по-разному. И поэтому, как только вы прогружали свой мир на новые версии, то видели ошибки генерации. Хотя я не назвал бы это ошибками. На них мы сегодня и посмотрим. Всем привет, дорогие друзья. Это я, Тупой Пабук. Я уже нахожусь на версии Майнкрафта 1.0.0. Ну и как-то я не наблюдаю ничего интересного в этом главном меню. Поэтому я нажимаю синглплеер. Создаю новый мир. Режим, конечно же, ставлю креатив, потому что я не смогу по-человечески передвигаться по миру. А мне нужно всё-таки смотреть на ошибки, которые создаст мне Майнкрафт. Ну и нажимаю на заветную кнопочку создать мир. Итак, крайне быстро загрузился мир. Это всё очень круто. Взлетаем, осматриваем свои просторы. Вроде бы красиво. Но больше я не вижу смысла задерживаться на данной версии. Пока чанки грузятся, я не хочу, чтобы они пригрузились слишком много, иначе мне придётся лететь очень долго. Поэтому я выхожу. И меняю версию на релиз 1.1. Посмотрим, что будет с генерацией на этой версии. Так, зашли в этот самый мир. Так, вот, собственно, я и долетел до того самого места, где закончилась прогрузка первой версии Майнкрафта. Вот такая вот ошибочка у нас получилась. Но вот тут, тут получается очень чёткий стык. Тут Майнкрафт не подвёл. Это должна быть оригинальная генерация. И никакая не ошибка такая ответственная скала. Хотелось бы найти сейчас ещё квадрат такой, на котором кончилась генерация. Но, скорее всего, в такой местности я его не найду. Но вот, что я вижу, тут уже сразу находятся деревни. Как же выглядели деревни в самой первой версии Майнкрафта, я уже не помню. Вот только помню то, что были дорожки из гравия, и это очень круто. Так, следующая версия на подходе 1.2.1. Нажимаю сохранить. И кнопочку играть. Захожу обратно в мир. Так, и опять лечу до места, где кончилась генерация 1.1 версии Майнкрафта. И вот, что я нашёл. Тут обрублена целая гора в пустыне. И это выглядит очень круто. Так, а дальше по этой линии можно наблюдать... Хотя нет, тут ничего не видно, тут ничего наблюдать нельзя. Пока что, пока что ошибки не такие значительные. Ничего такого необычного я тут не наблюдаю. Поэтому можно переходить к следующей версии. Итак, нахожусь я уже на версии 1.3.1. И опять по старому сценарию лечу до крайней точки генерации предыдущей версии. Кстати, тут начала генерироваться огромная такая гора. И было бы, конечно, интересно посмотреть, как бы её разрезало при генерации. Но этого я, к сожалению, не увижу, потому что она прогрузилась полностью... Да. Пока что, почему-то, я сколов мира не наблюдаю. Но зато я вижу какую-то квадратную дыру. Вот здесь. И интересно, она сгенерировалась сама или это помогла моя смена версий. Да, скорее всего, она сгенерировалась здесь сама. Тут просто генерировался песок. А тут просто была крайняя точка этой спагеттины. И, естественно, песок упал сюда вниз. И ничего тут необычного нету. Ой, с тенями, конечно, это беда какая-то тут была. Может быть, тут есть в настройках графики что-то человеческое. Вот, сглаживание. Это... Опа. Тень куда-то исчезла. Так, но ошибок я тут никаких не вижу больше. Поэтому перехожу к следующей версии. Так, версия 1.4.2. По прошлому сценарию летим до крайней точки генерации в прошлой версии. Пока я летел вперед, я наткнулся вот на такую гору, которая выглядит очень даже круто. Мне очень нравится. Все-таки старая генерация не такая уж и плохая, а местами она куда круче, чем новая. Конечно, пещеры все-таки получше в новой версии. Но генерация верхнего мира, конечно, ближе вот такая. Так, хорошо, замечательно. Опять-таки не видно крайней точки генерации, поэтому меняю версию. Итак, версия 1.5.1. И все точно так же, пытаюсь найти стык двух миров. Так, что вот это вот такое? Интересное. Это то, о чем я думаю? И нет. Это, судя по всему, не то, о чем я думаю. Это не то, что мне нужно. Скин почему-то в этой версии не отображается. Я уже лечу со спавна, лечу в другую сторону. И что же я наблюдаю? А, наблюдаю я тут срезанную гору и зимний биом, который, судя по всему, не успел начаться. Так, и вот где-то вот здесь, посерединке, должен быть уголок. Может быть, я его сейчас под водой тут найду. И возможно, возможно, это и есть вот этот вот тот самый угол, на котором закончилась вся генерация. А нет, это не тот самый угол. Этого самого угла не видно. Тут, конечно, происходит что-то странное. Тут зимний биом, пустыня, обычные поля, и все это практически в одном месте. Вот такую вот генерацию создают на одном седе разные версии Майнкрафта. Тут начали генерироваться горы, и я думаю, на этом моменте где-нибудь я выйду и посмотрим, что случится с этими горами. Сейчас посмотрю, что же тут произошло с горами. И, к моему несчастью, горы успели прогрузиться полностью. И возникает вопрос, где же те самые ошибки, на которые я охочусь уже весь ролик. Вот какой-то угловатый островок. Хотя нет, тут ничего необычного нету. Предлагаю перепрыгнуть сразу на две версии вперед. То есть у меня сейчас версия 1.6.1, а я перепрыгну сразу на версию 1.8. Какая же кайфовая музыка. Но, к сожалению, мне придется ее отрубить. Потому что она будет мне мешать. Так, зашел я на версию 1.8. Сразу есть изменения, это ачивочки. Возможно, они уже появились в версии 1.7, но я ее благополучно пропустил. Тут вот какие-то квадратики. Но это не то, зачем я охочусь. И кажется, я вижу то, зачем я охочусь. Тут начала генерироваться пустыня. Интересно, что бы тут сгенерировалось, если бы я не поменял версию. Так, интересно, а вот это вот что? Это что, это пещера тут? Да, вы посмотрите, тут пещера. Ого, и тут такое окошечко интересное. Блин, я все сломал. Блин, все сломал, а. Не буду трогать ничего больше. Я уйду отсюда. Ого, что я вижу, что я вижу. Морское дно начало генерироваться по-новому тут. И получается, что тут все так сильно обрезано. Так, ну-ка, возьму-ка я лучше зелье ночного зрения. В этой версии морское дно уже стало из гравия. А на старой версии морское дно было из песка, земли. И что это такое, я забыл. Из глины. С ночным зрением вообще идеально видно это самое дно. Вот здесь новое дно океана, а тут старое дно океана. Очень четко можно видеть вот эту самую границу. Тут начало генерироваться болото, но оно не успело сгенерироваться, потому что я поменял версию. Так, тут опять этот самый скол. Если этот скол пошел уже в эту сторону, тогда я не понимаю, на каком моменте я поменял версию. Но это как-то не важно, потому что это то, что я хотел увидеть. Опа. Нет. Вот это то, что я хотел увидеть. Вот оно. Какими же аккуратными и ровными кубиками тут все обрезано. Это просто два разных мира, как будто бы. И мне очень нравится, когда вот так вот. Тут на новой версии начал генерироваться пиом саванны, а на старой версии пустыня. Тут обрезалась гора. Тут на новой версии на этом самом месте океан, а на старой версии тут должны были быть горы, а там пустыня. Так, лечу я по этой самой границе, просто вся огромнейшая гора взяла и обрубилась. Тут такая дорожка. То есть тут идет обычный лесной биом. Тут буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, восемь блоков. Должен был быть зимний биом. А тут уже болото. А вот здесь темный лес. Так, ну летать я тут могу до бесконечности, а версия еще только 1.8, поэтому я предлагаю сейчас переместиться на новую версию. Итак, вот я уже на версии 1.9. Так, вот здесь вот что-то странное и непонятное. Тут вроде как началась пустыня. Вот непонятно, обрезана она тут или не обрезана. Непонятно, оригинальная эта генерация или все-таки моих рук дело. Скорее всего на версии 1.8 я слишком долго летал и уже потерялся. И не знаю уже где я что генерировал. Поэтому предлагаю телепортироваться на координаты 10.000 и 60.000. Прогрузить на версии... Опа. Это гора? Нет, это не гора. Так, вот я телепортировался на новые координаты. Предлагаю здесь прогрузить чуть-чуть мир и быстренько поменять версию на 1.10. Итак, версия у меня 1.10. В этой версии, я так понимаю, обновили боевку. Это уже такая более зумерская версия. Что-то такое более новое. Убивают всю олдовость Майнкрафта. Боже, что я несу? Какую олдовость? Какую... Так, ладно, лечу до границы миров. Надеюсь, я ее сейчас найду. Так, и что-то мне подсказывает, что я ее нашел. Хотя я не совсем уверен, что так не было задумано. Так, я тут ничего не вижу. Но я вижу вот такие горы. Это просто что-то потрясающее, красивое. Тут просто нужно жить. Вы посмотрите на вот эту красоту генерации. Когда в старом Майнкрафте было вот такое. Так, вот тоже какой-то обрубок, судя по всему. Моих рук дело. Я опять нашел что-то очень красивое. И тут... Что тут происходит с мобами? Почему их тут так много в одном месте? Плюс еще зомби-житель. Напишите в комментариях, хотите, чтобы я вам дал вот этот вот сид? И скорее всего такая генерация произошла на версии 1.10. Поэтому, если вы вдруг хотите на летающий уголь посмотреть, пожалуйста, напишите в комментариях. Я вам дам сид этого мира. Так, ну и скорее всего я уже ничего круче вот этого угля не найду. Поэтому предлагаю переместиться на новую версию. Так, версия 1.11 у нас. Или что, в какую-нибудь рандомную сторону, чтобы посмотреть, какие обрывы меня ждут в этой версии. Так, интересные моменты, судя по всему, кончились. Поэтому предлагаю перепрыгнуть сразу на две версии. Вперед. Так, версия 1.13. Морское обновление. Заходим в мир и смотрим, что же... Так, что меня, о чем Майнкрафт предупреждает? Да, я, короче, самый умный, я все знаю, погнали. Даже учитывая то, что я перепрыгнул сразу на две версии вперед, я не наблюдаю никаких ошибок, поэтому предлагаю сейчас кельнуться. Так, вот я заспавнился. Почему-то я на двухсотых координатах. И уже вижу обрезки. И что я наблюдаю? Вот она генерация версии 1.13. Уже пошло привычное дно. А тут, судя по всему, было старое дно. И вот опять прям то, что действительно интересно наблюдать. Тут еще очень интересно получилось. Тут один-единственный чанг каким-то образом сгенерировался. Судя по всему, на старой версии очень интересно. Это же ведь один чанг. Я не ошибаюсь? Я не ошибаюсь. Да, это один чанг. Что-то тут определенно интересное произошло такое. То есть тут один чанг, тут и тут обрезано. Здесь обрезано. И обрезано вот тут. Странно, интересно. И тут один чанг выдолблен. Сюда вниз. Вот, наконец-то, что-то интересное появилось. Сколько летаю-летаю и ничего интересного найти не могу. Так, вот это старое морское дно. Его ни с чем не спутаешь. Скорее всего, я его тут когда-то прогрузил. И еще тут... Ох ты, ё-моё. Выдал себе ночное зрение. И смотрим на такой угольный каньон под водой. И плюсом еще над этим самым каньоном вода другого цвета. Очень интересно. Заплываем сюда. Здесь что-то невероятное происходит. Так, вот это вот пойдет на превьюшку. Скорее всего. Хотя я подумаю еще какую превьюшку сделать. Пока что это самый крутой стык нескольких версий. Тут все так по квадрату красиво, аккуратно идет. Я даже не знаю сколько тут версий. Две или три. Но этот вид прям завораживает. Мне нравится. Тут начался зимний биом. Тут начался океан. А тут зимний биом продолжился. Вот тоже еще какие-то разломы тут присутствуют. Очень круто. Интересно, что будет если я сейчас сломаю этот блок. Потечет все. Вот это дно прям старого-старого Майнкрафта. Версия 1.1. 1.2. 1.3. А тут уже... Версия 1.13 пошла. И опа. Вижу, 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 вижу. Как это называется? Я не знаю как это называется. Но тут есть карта сокровищ. Понятно. Вот, наконец-то я нашел прям вот яркий пример такого самого угла. Наконец-то его отчетливо видно. Тут была старая генерация, а тут началась уже новая. Ну а я тем временем буду аккуратненько переходить на более новую версию. А лучше даже перепрыгну на две. Версия 1.15. Обновление с пчелами. Заходим в этот самый мир. Эффект скорости 255 уровня. Ху-ху-ху-ху-ху. И быстренько так пойти. Вот сюда. Так, тут я вроде бы был. Тут я вроде бы как все видел. Вот здесь вот. Опять непонятно на каком моменте что начало генерироваться. И этот мир я скорее всего уже никогда не восстановлю. Только если я сейчас не телепортирую себя на какие-нибудь далекие-далекие координаты. Вот. Опачки. Куда это я попал? Пару лишних цифр тут напечатал. И скорее всего это было тут. И кажется я сломал этот мир. И лучше всего сейчас кельнуться. Не работает ни одна из команд. Странно. Кажется этот мир я конкретно так поломал. Я зашел обратно в этот мир и вижу то что меня вернуло в точку откуда я телепортировался. И почему-то все мои эффекты вернулись. Точку 100 тысяч. 70 и 100 тысяч. Попробую. Так. Телепортировался. Почему-то опять я в блоках не пойми где. Застрял. Так. Все. Я выбрался на поверхность. Координаты у меня большие. И поэтому я наверное могу менять версию. И вот уже у меня версия 11.17.1. Судя по всему уже ничего интересного я тут не найду и не увижу. Хотя скорее всего это оригинальная генерация. И проблема не в том что я менял версии. Ну и скорее всего вот так вот я перепрыгнул в последний раз. Итак дорогие друзья. Если вы досмотрели до этого момента. То пожалуйста напишите плюсик в комментариях. Или просто дайте мне об этом знать. Спасибо за просмотр данного ролика. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. И оставлять свои комментарии. Это был я тупой павук. Еще увидимся.